привет ребята сегодня у нас необычный ролик принесли ко мне на ремонт печку в которой запекается керамика стоматологическая из которой делают зубы в общем представляет она собой нагреватель то есть камера которая может нагреваться также в ней может создаваться вакуум разрежения и в то же время есть специальная программа алгоритмы пресеты по которым все это можно производить то есть какой скоростью в этой камере будет расти температура какое время и на каком значении она будет удерживаться но в общем по сложной заданной характеристики можно удерживать температурный режим в общем проблема в ней заключается в том что по описанию владельца происходит ложное срабатывание кнопок такого типа здесь кнопочки и соответственно когда это происходит то работа становится становится невозможно потому что она может как сама включиться так и сама выключиться и соответственно температурный режим запекания керамики нарушается давайте посмотрим как это все работает сейчас она у нас включена в розетку пытаемся ее включить мы видим что здесь засветился дисплей и мы слышим как пикает то есть срабатывает звуковая индикация что свидетельствует о ложных срабатываниях то есть мы сейчас ничего не нажимаем прибор издает такой звук как будто бы кнопка нажимается то есть видите я сейчас ничего не нажимаю она сама открывается сама включилась хотя я этого не делал нагреватель продолжает работать температура у нас растет и нажимаю на стоп и вот она сама включается вот она срабатывает сама сама пищит в общем такого быть не должно и работать не становится невозможно вот так выглядит сам нагреватель и в этой камере здесь у нас стоит уплотнительное колечко благодаря которому может создаваться вакуум и как мы с вами видим печка сама сходит с ума сама щелкает так хорошо в целом понятно в принципе все как и говорил владелец сложные срабатывания причем по моему именно вот этого энкодера потому что похоже что срабатывает именно кнопка ввода то есть когда мы нажимаем на энкодер это как enter да когда мы заходим следующее меню даже сейчас когда все выключено мы слышим как аппарат пикает с таким же звуком как будто бы нажимали кнопку он делает это и сам короче я думаю нам надо добраться до этой панели управления найти ее пины и просмотреть какая именно из кнопок срабатывать и дальше разбираться в чем дело так я открутил вот эту панель она у нас выдвижная как выдвижной ящик здесь есть такие салазки на которых крепится плата основная на которой живет как я понимаю силовая электроника и вот здесь при помощи шлейфа к этой плате у нас крепится плата с дисплеем кроме того все это покрыто изрядным слоем пыли в общем давайте наверное начнем с чистки и дальше продолжим и так продул эту плату воздухом основные загрязнения удалены и отсоединил нашу лицевую панель на которые находятся дисплей и кнопки причем кнопки тут есть двух типов есть мембрана такая то есть шлейф на которой нанесено резистивное покрытие и когда мы нажимаем то она между собой замыкается есть дисплей на который выводится вся информация и еще есть вот я его открутил энкодер с кадридером здесь на плате мы с вами видим разъем на каждое устройство вот разъем энкодера разъем lcd дисплея и разъем мембраны но еще подсветка катодная для дисплея дальше судя по тому что я видел на экране у меня сложилось впечатление что у нас срабатывала ложно срабатывало именно нажатие энкодера и здесь вот мы видим что в этот энкодер уже кто-то лез ну что тут усик надломан и кроме того я вижу что он уже не сидит так как он должен сидеть в общем он болтается короче что сейчас меня интересует я сейчас попытаюсь подключить все на место подвесить осцилл на сигнальные выводы энкодера и просмотреть если тут ложные срабатывания и посмотреть будет ли вообще проявляться эта неисправность снова итак я нашел контакты которые отвечают за нажатие энкодера подключился иголочками к шлейфу на эти контакты и дальше подал это все осциллограф мы видим что сейчас когда там ничего не нажата у нас 5 вольт дальше мы попытаемся спровоцировать или дождаться ложные срабатывания и посмотрим будет ли изменение напряжения на этой линии энкодера и таким образом можно будет привязаться к тому в чем проблема то есть самих кнопках входных сигналов если да то в каких именно то есть это энкодер или например какая-то одна из этих кнопочек и дальше будем делать выводы так он сам нажал на прок на старт теперь вроде как на стоп в общем мы с вами видели ложные срабатывания давайте теперь посмотрим было ли что-то на целый грамм инкодера на стоп рассмотрим осциллограмму а итак вот наша осциллограмма мы видим что везде у нас 5 вольт почти 49 кроме вот этого места где я сам нажал на кнопку на энкодер для того чтобы выйти из меню то есть когда мы нажимаем на нашу кнопочку то соответственно напряжение у нас сваливается к нулям и таким образом микроконтроллеры распознает нажатие этой кнопки по провалу по просадке напряжения у нас вами интересует были ли ложные срабатывания то есть тогда когда мы не нажимали на энкодер падало ли напряжение по какой-то причине и соответственно наша печка распознавала ложное нажатие кнопок для этого давайте пролистаем всего осциллограмму величина одной клетки по горизонтали у нас пол секунды то есть две клетки от 1 секунда полное время файла две минуты то есть течение двух минут я четко видел сложные срабатывания на печке и нас интересует отражалась ли это как-то на нашем сигнале энкодера и мы с вами видим что никаких скачков напряжения не было то есть судя по всему наша проблема заключается не в энкодере то есть мы слышим как срабатывают кнопки но это какие-то другие кнопки они сам энкодер как но именно нажатие на энкодере давайте наверное для того чтобы полностью его исключить еще проверим его сопротивление так сейчас я подключился мультиметром к выводу самого энкодера мы с вами видим что сейчас его сопротивление бесконечности во всяком случае больше 20 мегаом когда я нажимаю на сам энкодер сопротивление между его замкнутыми контактами становится 0 7 ом а примерно то есть претензий к нашему энкодеру нету механической части по электрической части попробовать включить нашу печку и поснимать разъемы поснимать разъемы с мембраны вот этой из энкодера и посмотреть как печка отреагирует будет будут ли еще появляться ложные срабатывания то есть если они будут появляться и дальше то наша проблема где-то тут по питаниям а если не будут то наша проблема в кнопках так включил я нашу машинку это она наклацала сама вот шлейф который отвечает за мембрану за вот эти кнопки и когда я к нему как-то касаюсь то ложные срабатывания учащаются то ложные срабатывания учащаются чем похоже наша проблема таки в этом вот его трогаю у нас идут срабатывания сейчас я сниму разъем вот он снятый посмотрим будет на данный момент мы подходим 450 градусов в общем судя по всему когда разъем с кнопок снят все работает нормальном штатном режиме и стоит вопрос похоже что наше дело есть ошибка по вакууму знаю почему это отдельный вопрос но сложных срабатываний нету когда снят разъем именно с вот этой мембраны следовательно теперь вопрос наша проблема таки действительно в самих кнопках сейчас мы их всех попытаемся обзвонить просмотреть графики либо же наши кнопки выступают антенной потому что как видите здесь на шлейфе есть сеточка экранирующие возможно есть какая-то проблема с ней а и так и еще раз ставил разъем на место для того чтобы можно было остановить программу и с тех пор с тех пор все работает хорошо я никак не могу еще раз поймать эту неисправность независимости от того двигая эту что-то дергает что-то еще все работает так и должно быть без ложных срабатываний это в свою очередь наводит меня на мысль о том что возможно у нас проблема была просто в разъеме в окислившихся контактов потому что здесь у нас так очень маленький иногда бывает что на слаботочных разъемах пропадает контакт и так хотелось бы еще немножечко пояснить что имелось ввиду про слаботочные сигналы и плохой контакт раньше подавляющим большинстве случаев автомобилях особенно через контакты на разъемах шел довольно немаленький ток потому что это ток по сути зачастую был питающим они сигнальными когда например мы говорим про разъем к примеру поворота то в поворот устанавливается лампочка как правило в 21 ватт и соответственно топ через нее идет значительный порядка двух ампер и соответственно этот ток сам себе может прожигать пятно контакта на самих разъем чеках потому что величина этого тока довольно таки не маленькая ну то есть мы все с вами знаем что металлы со временем будут покрываться оксидной пленкой потому что в воздухе у нас присутствует кислород и так или иначе он начинает взаимодействовать с металлами и соответственно по мере образования этой оксидной пленки у нас начинает увеличиваться сопротивление паразитное сопротивление нашего соединения и соответственно по мере того как это происходит у нас сопротивление увеличивается контакт ухудшается и начинает греться на этом месте и когда у нас ток идет большой то энергии этого тока достаточно чтобы пропалить себе эту оксидную пленку еще скажем так в зародыше а пока она очень тонкой фактически это все происходит безболезненно и разъем живет долго и счастливо пины живут долго и счастливо до тех пор пока его уже конкретно не замочит например водой или водой солью что нередко бывает на наших дорогах но когда же мы с вами говорим о каких-то сигнальных цепях например там не знаю сигнал с датчика холла или например соединение на проводах коншины или например вот кстати тоже как-то было я даже снимал ролик добавлю ссылочку в описании разъем на подушку безопасности под сидением то есть сама подушка когда блок управления airbag'ом уже взрывает ее то ток идет большой но когда этот же блок управления airbag'ом и и опрашивает то соответственно токи очень маленький то есть настолько маленькие чтобы не было ложного срабатывания то есть задача airbag'а блока управления подушками безопасности постоянно мониторить целостность цепей пиропатронов подушек но при этом не взрывать их до тех пор пока не произойдет авария и соответственно так в таких цепях появляется проблема следующего типа то есть у нас вами точно также на металлических контактах образовывается оксидная пленка но ток сигнальных цепей он очень маленький зачастую измеряется в микроамперах и его абсолютно недостаточно для того чтобы прожечь себе пятно контактов поэтому нередко бывает так что у нас есть какая-то ошибка на обрыв цепи например да или по факту что-то не работает и мы открываем разъем смотрим на него он вроде бы красивый ничего такого не видно то есть он не ржавый там не зеленый не ничего такого но контакта по факту нету я думаю что многие из вас свое время замечали такой эффект на сим-карта кстати абсолютно то же самое то есть сим-карта также имеет контакты то есть есть площадка на сим-карте есть усики в самом телефоне в смартфоне через которые производится контакт сим-карты с телефоном соответственно время от времени иногда у нас появляется надпись но усим нет сим-карты и прочее и обычно это решается тем что мы просто вытаскиваем сим-карту протираем ее ставим на место и все исправляется само собой то есть это как раз таки и есть проявление вот этого эффекта то есть окисление контактов на слабо точных цепях когда на глаз эту оксидную пленку даже не невозможно заметить то есть возможно контакт уже не так блестит он стал немножко более тусклым но не имея рядом не окисленного оригинала этого даже невозможно отличить точно такая же ситуация у нас и с нашим шлейфом потому что ток который идет через сам шлейф очень низкий и соответственно точно так же на контактах может появляться оксидная пленка минимальная которая уже может приводить к неконтакту вот наш разъем давайте рассмотрим его более детально мы видим что здесь контакты шлейфа к выводам не припаяны и обжаты и вот эти два имеют почернение крайней наверное сейчас подниму это все наверх покажу вам под микроскопом итак мы с вами находимся наверху камера уставлены в микроскоп нашли мы видим вот дорожки шлейфа и они у нас переходят под обжим на контакты самого разъема вот разъемчик и соответственно вот нормальные контакты и вот наши подгоревшие контакты которые мне не понравились и не знаю то ли они подгорели то ли окислили странно почему только два крайних те которые отвечают собственно за экран за вот эту сеточку сейчас я постараюсь сделать так что вам было лучше видно то есть вот у нас и сеточки вот это из такого проводящего напыление нанесенного на шлейф она у нас судя по всему экранирует основные проводники и шлейфа которые отвечают за кнопки делается это с той целью чтобы из-за электромагнитных наводок электромагнитных излучений которые всегда присутствуют от разного рода потребителей электромагнитного поля и так далее и тому подобное соответственно с этим борются при помощи экранирования у меня создается впечатление что вот на этом контакте наш экран перестал работать потерялся контакт между экранирующей сеткой оплеткой вот этой и контактом на самом разъеме и соответственно когда у нас пропадает экранирование то у нас будет хаотичное ложное срабатывание на самых разных кнопок то есть это не обязательно какая-то одна кнопка что судя по всему мы и видели потому что не удавалось определить какая именно из кнопок срабатывает и так мы сейчас иголочками подключились именно с контактов то есть уже с контактов самого разъема сопротивление у нас на данный момент 40 ом даже 42 а теперь мы сделаем тот же самый тест только теперь иголочки будут подключены не на вот эти контакты она сами дорожки шлейфа мы видим что сам шлейф у нас имеет сопротивление 6 ом то есть у нас есть почти 35 ом паразитных паразитных из-за которых но по сути это плохой контакт на на вот этом обжиме то есть давайте сейчас попробуем измерить сопротивление самого соединения до контакт и шлейф сопротивление самой обжимки и мы с вами видим что контакт здесь вообще пропадает 120-130 ом на втором контакте на второй обжимки ситуация немного лучше здесь у нас 5 ом то есть однозначно у нас есть проблема именно на обжимке шлейфа и с ней надо что-то сделать итак в общем я попробовал спаять и ничего хорошего из этого не получилось потому что к нашему самому контакту нет проблем мы смело можем допаяться но к покрытию на шлейфе не удалось запаяться то есть припой к нему не ловится при я пробовал разные флюсы разные припои и он просто соскабливается и дальше припаять не получается в общем нужно думать какой-то альтернативный способ по аналогу обжимки так так как вариант спайкой не прошел то есть не заложивается это покрытие на шлейфе я решил пойти другим путем я взял медную жилку залудил ее припоем и припаял к нашему контакту и на всю длину дорожки прошил проводом мгтф таким образом удалось придавить наш проводочек дорожки шлейфа с другой стороны вставил еще одну жилку для того чтобы увеличить натяг то есть сначала я прошил мгтф а потом вставил еще одну жилку снизу медную для того чтобы распиреть это все и таким образом у нас соединение получилось с низким сопротивлением сделай второй пин уже с двух сторон в мгтф и прожатый теперь наверное давайте измерим сопротивление уже на самих контактах шлейфа посмотрим исправился ли наш не контакт наше поразительное сопротивление которое тут было напомню что до этого было сорок и два ома а теперь у нас ни много ни мало полтора ома то есть теперь у нас есть нормальный контакт на оплетку и кранирование я сейчас промерю сопротивление всех остальных контактов между самим пином дорожка и шлейфа если там нет никаких отклонений то можно будет собирать и пробовать что из этого получилось и так в общем я все подключил вот наш шлейф перешитый перелатанный пока что все работает я поставил программу на 15 минут вот осталось уже немного 2.39 за все эти сколько тут уже 13 минут пока что не было никаких ложных срабатываний то есть экран реально работает судя по всему действительно наша проблема была именно в экранировке и так еще хотелось бы поподробнее остановиться на наводках электромагнитных потому что не все знают что это такое я попытаюсь вам примерно показать что это такое именно на практике я уже и сказал это электромагнитные излучения которые могут излучаться от разного рода электрических устройств особенно тех которые работают импульсно и где величина тока изменяется соответственно они генерируют электромагнитные колебания которые распространяются в пространстве и соответственно могут индуцироваться в провода в любые провода которые находятся в радиусе действия излучения этих колебаний так я попытаюсь вам это показать наглядно даже на примере обычного мультиметра итак я ставлю постоянный ток режим измерения до 2 вольт то есть соответственно максимальное значение которое сейчас может измерять мультиметр это 2 вольта и мы с вами видим что несмотря на то что оба щупа сейчас ни к чему не подключены тем не менее напряжение не есть ноль то есть мультиметр засекает какое-то напряжение несмотря на то что щупы ни к чему не подключены кроме того если я начну двигать наш щуп в пространстве то мы можем увидеть что величина отклонения от нуля она становится еще больше почему так происходит так происходит потому что провод мультиметра щуп мультиметра он не есть экранированный и по сути представляет собой антенну и он способен собирать все электромагнитные наводки которые сейчас есть у меня в гараже они у меня есть от работы самых разных устройств ну то есть где-то есть импульсная зарядка есть принципе электромагнитное поле от проводки которая разведена в боксе там не знаю лампочки ледовские также могут иметь импульсные преобразователи трансформатор и так далее которые все по сути являются источником помех соответственно когда мы говорим про слаботочные цепи которые измеряют напряжение например на высоковомных входах микросхемы им не надо много тока то есть им достаточно какие-то микроамперы лишь бы подскочила напряжение и вот эти вот цифры которые мы здесь видим точно также их видит и микросхема которая опрашивает наши кнопки соответственно из-за того что у нас пропал экран все эти наводки попадают в наш шлейф и могут распознаваться микроконтроллером как нажатие на кнопку для того чтобы этого не было используется экран экранировка то есть я думаю все из вас видели антенный кабель когда внутри идет жила а вокруг нее виде оплетки идет экранировка да то есть я думаю каждый когда-то разбирал антенный кабель ну вот к примеру такой кабель который я использовал для изготовления щупов для своего осциллографа то есть вот этот экран он позволяет обвернуть наш провод и соответственно когда у нас в воздухе есть электромагнитная помеха она попадает уже не в наш несущий провод а в экран а экран подавляющем большинстве случаев с одной или с двух сторон бывает подключен к минусу корпус и таким образом все вот те наводки все то напряжение которое индуцируется в экран она тут же стекает на массу и по факту не мешает работе устройств то есть именно для этого на нашем шлейфе и была оплетка которая экранировала на шлейфе должна была быть подключенной на массу но этот контакт у нас с вами потерялся для того чтобы вам еще нагляднее показать что такое наводки мы с вами сейчас воспользуемся осциллографом и я вам покажу как ведет себя кабель экранированный и не экранированный примерно одной и той же самой длины и так осциллограф сейчас у нас включен в одноканальном режиме при этом по амплитуде да по высоте у нас одна клетка составляет 20 милливой для удобства я даже вывел диапазон что вы понимали это 0 1 вольта это минус 0 1 вольт то есть очень небольшой диапазон для того чтобы четко показать что такое наводки то есть сейчас у нас с вами входу осциллографа подключен вот такой вот кабель экранированный который я вам только что показывал то есть мы с вами видим что экран укрывает весь кабель кроме вот этого вот кончика собственно наперед забегая как раз таки вот этот кончик он и ловит сейчас вот эти электромагнитные помехи из-за того что он такой маленький амплитуда их такая низкая но если я буду двигать его в пространстве то мы видим что немножко может меняться форма осциллограммы теперь давайте к этому экранированному кабелю я подключу нашу под мультиметра который не экранированный посмотрим что будет происходить и тут мы с вами видим насколько увеличилась амплитуда колебаний то есть теперь она достигает до 0 1 вольта хотя до этого она была по сути в микро вольтах из-за того что я выставил антенну то есть кусок не экранированного кабеля который может собирать это все все эти электромагнитные наводки следует отметить что это все возможно только на высокоомных входах то есть когда сопротивление самого входа она довольно высокая обычно выше одного мегаома противном случае если и сопротивление входа будет низким то все эти наводки они будут гаситься на его сопротивление ну то есть примеру если я соединю вот эту нашу антенну которая у нас получилось с корпусом то есть вот минусовую щуп осциллографа мы с вами видим что все целиком и полностью пропало то есть больше нет никаких наводок и соответственно мы погасили все наводки то есть именно этот принципе используется в экране то есть наш экран собирает все наводки тем самым защищая сигнальные провода и соединяет их с массой таким самым обнуляя их следует отметить что антенной может выступать не только проводную например тело человека примеру я сейчас дотронусь пальцем мы увидим какой величины сигнал появится от моего тела сейчас я раздвинул руки и мне даже придется поменять амплитуду сейчас у нас 50 милливольт на клетку для того чтобы показать вам вот сейчас я руки раздвинул сдвинул то есть чем больше площадь антенны в пространстве тем соответственно потенциально больше электромагнитных наводок эта антенна может собрать сейчас я палец убрал и соответственно наводки сильно уменьшились то есть я думаю теперь более менее понятно что такое экран зачем он нужен почему он так важен и почему из-за него могут происходить такие непонятные вещи дальше наверное дождемся когда это все закончится итак программа выполнилась успешно без ни одного ложного срабатывания вот видите что наша деталь подставка для детали точнее даже красная нагреватель внутри красный то есть пока все работает штатном режиме я еще ее помучаю посмотрю если ничего нигде не вылезет больше ничего не найдется то я думаю что на этом наш ремонт будет окончен все собрал я уже нашу печку давайте попробуем еще раз ли включить включаем здесь можно выбрать контраст выберем так чтобы удобно дальше появляется главное меню давайте вам увеличу или нет и и тут мы можем выбрать одну из программ например жесть шланг тут выберем оксидейшн просмотрим саму эту программу и нажмем например старт мы видим что печка открывается сейчас будет идти преднакал мы видим что температура растет то есть сначала нагревается сама камера и потом она будет плавно опускаться в общем такой алгоритм для того чтобы керамика не получила тепловой удар чтобы нагрев происходил плавно то есть она будет плавно и постепенно спускаться потом закроется полностью уже тест пройдет в общем я уже попробовал несколько программ просто не длятся от 15 минут до нескольких часов и соответственно сейчас нет смысла вам все это показывать но как видите теперь все работает стабильно то есть у нас уже нет ложных срабатываний она сама по себе не выключается следующий момент насчет вакуума то есть у нас писала ошибку по вакуума оказывается собственного компрессор этот аппарат не имеет встроенного он здесь выносной подключается сзади через специальный штуцер вот тут рядом с сетевым кабелем также у нас есть и штуцер под вакуума и выход под вакуум то есть по сути дела вакуумом управляет также это устройство но она выносная не встроена и владелец дал мне только саму установку без вакуумного насоса в общем в принципе на этом у нас все ремонт окончен вам спасибо за внимание и до новых встреч